Кому-то бай, кому-то хай. Приветики, друзья, товарищи. Собирайтесь, разбирайтесь, пристёгивайтесь, едем. Что это он-то? Флаг выпрямляет. Так, а куда едем, наверное, в названии напишем. Забыла. Муж сейчас скажет. Главное, мы собрались, погода такая хорошая была, не слишком жаркая. Как раз, чтобы выйти из дома куда-то с мальчиками. Can you say привет, друзья? Привет, друзья. Интонацию такой. Привет, друзья. Да, решили, взялись, хотя не планировали. Сегодня абсолютно другие планы были. Но так хорошо не планировать. Походу, что хочется, то и делаешь. Кто планирует? Организованные бизнес-люди. Если не запланируют, всё, плохо и прах. А у нас мы живём, мы не по планам. То, что и хорошо. Вы довольны, что мы не по планам, а как хотимся? Очень. Очень. А куда едем? Ара, мя, ты лаза. Как назывался? Чимни-рак. На английском вспомнила название. Чимни – это дымоход, рак – это камень. Едем в дымоходный камень. Наверное, но у нас дымоход тоже такой из камня. И там вы поднимаетесь 500 шагов к этому концу этого камня, который выглядит как дымоход. Наверное, что-то вроде этого. В общем, едем, денёк проведём. Думаем, интересно будет. И как раз у детей летние каникулы более-менее будут развлекаться. Вот так вот и вы с нами, и кофе тоже будет с нами. Кофе хочешь, да? Хочу. Очень хочет. Тут у нас один мальчик на заднем сиденье говорит, «Мам, а там в магазин пойдём?» Говорю, «А что тебе нужно из магазина?» Говорит, «Ну, у меня доллар 25 копеек в кармане. Может, что-нибудь найду?» А как говорит, «Доллар 25, можешь купить?» «Ничего». Наверное, купим ничего. В кармане у него остался, помнишь, в магазин ходили, сказали, можешь себе, что хочешь, можешь выбрать на доллар. Да ещё я, поскольку очень щедрая мама, у меня 25 копеек было. Это тоже подарила ему. Сказала, «На, сынок, выбирай всё, что хочешь». Так и бедный не нашёл ничего за доллар 25. Вынуждены были за наш счёт купить и конфеты, и мороженое, и фрукты, и донатсы. В общем, и сейчас он всё-таки хочет как-то воспользоваться этим долларом. Не знаю, что хочет купить. Посмотрим, постараемся. Мы там никогда не были. Посмотрим, и вы посмотрите как раз. Мы кофе не хотим. Можно воспользоваться его кофе. Друзья, кофе у Зумек? Нет. Видите, мальчики тоже не хотят. Есть ещё что-то, айс-корфе? Они имеют капучино. Что такое? Капучино. Та. Гай, кроме кофе ещё есть что-нибудь? Мороженое. Мороженое. Айс-крием? Да. Мой дедушка тоже захочет айс-крием. Думаю, они наели за эти несколько дней. Налопались. Нет, мы не. У нас дома биллион мороженое. Но мы не в доме. Не дома, то есть не в доме. Ну, можно и так. Наш кофеман. 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 Мужчина. Кофейный мужчина. Ну и кофеман это маньяк кофейный. Он действительно. О, в своё время он был маньяком кофейным, пока желудок совсем не испортился. Хороший. Этот Старбакс ядовитый кофе. Мне потом писали люди, что у многих после Старбакса, когда много используют, желудок совсем, что делается? Исчезает, портится, портится, дырявчивается. У него очень большие проблемы были. И как отказались от Старбакс? Как вы себя чувствуете после того, как отказались от Старбакс? Очень хороша. Очень хороша. Старбакс чем я? Давай думать, мы теперь... Старбакс мы больше не пользуемся, разве что в туалет зайти. Ну, теперь мы будем говорить о комфе, когда вы говорите о Старбаксе. Мы хотят понять. Обычно влоги с детьми, когда выезжаем, или семейные, мы уже приняли решение, что будет на английском, чтобы детям тоже было понятно, о чём мы говорим, чтобы они, ну, если снимаем и снимаются, они должны хотя бы понимать. Но в этот раз сделали исключение. Пусть учат, пусть никому не помешает другой язык. А учат, если захотят. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Проделось слышать, звоночек был у вас. Да, хорошо, сейчас к себе на несколько дней во флориду приехали к друзьям. Хорошо, отдыхайте. В субботу. Окей, понял, понял, понял. Хорошо, хорошо. Арам, а если вам не будет сложно, я вас попрошу. Велком в Норд-Каролине. Субботу. Суббота. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрим Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok DimaTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Упсихуем Какая красота и река такая красивая Are we this high? We are very high I'm weak I'm tired I can't walk I can't walk I'm tired I can't walk еще час ехали утомился альму должны были везти и некоторых местах не позволяют с животными по-моему там только сервис такс рабочие собаки служебные собаки могут всего из камня лифт есть по лифту поднимаемся потом я лестнице бетила поднимаемся к лестницам и там пятьсот шагов нужно пошагать я им говорю они так возмутились пятьсот шагов как будто весь день работали под солнцем уставшие проснулись ели и поехали сэмпи плана от ай хоть можно что-то купить и свой доллар достает степан ческат метро особенно здесь ничего не найдет пятьсот шагов это два шага для нас растет что-то приходят лимитра что-то об этом что-то на что-то Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вот так мы прямо как лентяи приехали уже к входу Очень забавно, немножко страшновато Если сильно боитесь высоты, то очень красиво Здесь и змеи могут быть, столько камней, столько укрытий Кто о чем Все о своих страхах, так прекрасно Даже Бэк, маленький ребеночек, вроде бы говорит Не устаю смотреть Субтитры сделал DimaTorzok Говорит, как будто это твоя мечта, которая свершилась У меня другие мечты У меня мечты нету У меня желание Очень красиво Сирюна Ака действительно боится высоты Твои дети Но ты не испугался Совсем? Наклонился на этих железных заборах И совсем не боится Даже улыбается И камни такие красивые Здесь еще водопад есть один Не знаю, насколько далеко, но очень красивый Посмотрим, если не слишком далеко Все-таки столько ехали Поедем? Поедем или пошагаем? Вот здесь Hickory Nut Это те орешки, которые у нас в лесу растут Значит, подниматься не хотели, но спускаться легче Если до конца лестниц спустимся Через час будем уже в стоянке, около стоянки И там уже дорога к водопаду Найкстер ритинс сирина, гай. Отсюда тоже view point называется, где можно постоять, посмотреть, понаблюдать, наблюдательный Весь город выглядит как муравей, как муравьи Белочку увидели, говорит, по-моему, это мальчик, самец, не знаю, что он увидел Что за лентяй у нас, говорит, больше не хочу шагать У нас больше энергии, значит, шагать Мне так приятно, сегодня хорошо буду спать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому 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 на идеалу нам дедушка за внучкой не успевает говорю вот наши мальчики уже устали говорит, я тоже устал, не успеваю за внучкой, ей 8 лет, она лестницу считает, и уже внизу, и там оттуда кричит, говорит, ты где, внучку спрашивают, и она обратно побежала к дедушке, этим, говорю, смотрите, дедушка с палкой, забыла, как называется, спустился столько, и, наверное, не жалуется, потому что сейчас некому жаловаться, а вы жалуетесь, дорога какая красивая, смотрите, и рассказываю им, говорю, в ваши годы мы и бегали весь день, на дерево поднимались, спускались, на настоящие горы поднимались, спускались, и никому не жаловались, что за поколение? Прекрасное поколение, надо их просто воспитывать. 45 минут будем ходить, с грустью пришелся, общает, вот отсюда осталось 45 минут, 45 минут, это компертка, Джон. Он говорит, где будет отдыхать, я говорю, для этого поколения столько удобств, удобств создали, что они с места, когда двигаются немножко, пошагают, походят, уже что-то не то, а когда будем отдыхать, а когда будут, будет ланч, а ланча не будет, мы с утра маленькие были, поднимались, это другое, но это я когда отдыхали в деревне, завтракали, они тоже завтракали, и уже до обеда забывали про еду, бегали, гуляли, что делали, и не жаловались, и про еду тоже не вспоминали, идти нет. По дороге видим других хайкерс, люди, которые по лесу шагают и гуляют, по-моему сказали, это туристы называются, я как раз туристка, говорю, Арам, немножко сюда, а там глубина, не упади. О, они отдыхают. Может, они тут подождут? This is where we are now. Всего лишь 40 минут. Yeah, that means, that means we're right here, we'll just be out the way we're here. Арка начал ноги правильно ставить, а ему ещё маленькие массажи делаю. Слышала, и думаю, это в нашем случае может быть и причина. Эти туфли, знаете, ужасно некрасивые, но очень комфортабельные, удобные. Крокс, он с детства, наверное, как научился ходить, а ему эти с этого размера до уже взрослого возраста, он их очень любил. И потом слышала, что делали, изучили, и, по-моему, даже стопроцентно заявили, что эти туфли косолапость у детей образуют. В последнее время он постоянно напоминает, что ноги ему вот так ходят, вот так, как осолапый ходил. И сейчас, кажется, сам он себя исправляет. Я даже не напоминала, он начал правильно ставить ноги. Научиться. Главное, что это не такой дефект, который невозможно исправить. Усталый странник сидит, отдыхает. Сезон здесь, наверное, очень много ежевики будет, как будто у нас их нету. Я всегда изумляюсь с этой дикой ежевики. И первый раз, когда сюда приехали, просто так проезжали. И возле дорог, когда видела эту ежевику, прямо в восторге была. Как может ежевика расти возле дороги? Это как в детстве. КОНЕЦ как же красиво и погода как будто нам подарок делает не жарко не холодно но хорошо что пиджак взяла я люблю когда спину греет о наш странник я не амгель я вернулась али велька али папанка горький кота говорю папа тебя обнимет руки возьмет на плечи прошел тот возраст и спрашивает говорит это мы что обратно столько ходить будем и говорю что думал здесь наверное если сильные дожди будут здесь еще и водопад образуется чудная природа когда хоть и доходим надеюсь нормальные туристические одеяния сегодня утром мы детям говорим мы с начали идем на хайкинг и сын говорит ты так будешь хайкинг делать по лесу ходить или по тропинкам по по природе говорю если идешь на хайкинг то только стильно или не идешь сказала и вышла я удобно наделась все удобно все люди так приветливо здороваются говорю мы все с ними одной участи да это немножко до детей наверное трудно справляемся почти до доходим звук уже слышно радости детей нету границы дошли говорит очень красиво это каменная стена со слоями эффект такой бурбурбанный и наш странный странник али алипперы Стоило. Очень красиво. Дети не хотят поближе подойти. Не хотят, не подойдем. Еще лучше. Кольщие там. Кольщие там. Обязательно сбудется. Я себе стояла, желания разные загадывала. Детям говорю, вы тоже можете желание загадывать. И они по-американски говорят, а у вас копейка есть. Я без копейки загадываю, и вроде бы работает. Очень приятно, но хочется уже домой-домой. Ну, не домой-домой, но детям уже устали. И прохладно стало. Ветерок. Надеюсь, дождя не будет на обратной дороге. А то романтика. Ему так этот пиджак идет. Он сам выбрал свою сегодняшнюю форму. Надел сорочку культурно, до конца пуговицы запялил. И с мамой стильно пошли на хайкинг. Ну, очень хорошо было там. Еще не закончилось, еще 40 минут обратно. Мальчики про усталость забыли, кажется, временно. Активно спускаются. Сказали, бургеры будем кушать. Видите, как помогают? И мороженое там было. А вот эта внучка восьмилетняя, куда-сюда бежит. Кажется, что-то там забыли. Бабушки уже спустились. А дедушка так и не смог их догнать. Пока можем, пока ноги-руки работают, должны догонять всех и за всеми. Нам еще этих внуков нужно догонять. Нужно детей поспешить. Арнака. Арнак вчера спешил. Из дома вышел и ногу свернул. Теперь у него нога такая попухшая, сидит на диване. Из-за того, что спешил. Никого не надо спешать. У всех есть судьба. О, дедушка сюда дошел. У всех есть свое время, своя судьба, свое назначение. И все свое. Никому заставлять или... Мы такое не умеем, чтобы пойти кого-то найти и сказать, знаешь, ты очень хорошо подойдешь к нашему ребенку. Давайте мы вас соединим, познакомим. Мою маму так и замуж выдали. Твою маму не так выдавали. Она сама вышла. И по любви, своевременно. Моя мама была девочкой, ребенком. В 18 лет ее выдали замуж. Так что, по моему опыту, маминому опыту, никого выдавать... Это нехорошо. Выдавать нехорошо. Лучше подождать, они встретят. Все будет хорошо, все будет прекрасно. Сколько людей собралось. И я тут хожу с камерой в руках. Говорят, кто эта тетя в пиджаке из камеры? Баблгам из баблгам. На голодный желудок, жвачка, тоже еда. Всех удостив. You're welcome, son. Спасибо, баблгам. Все уже радостные. Как хорошо время провели. Можешь говорить, я бы еще сюда пришла. А я говорю, я бы в другое место еще пошла. Он такой крокодил. Любит одно направление каждый раз. Здесь сколько этих парков прекраснейших. Сколько фолзов, водопадов и разных природных достопримечательностей. Почему обратно сюда? Так что сюда больше не возвращаемся. Пирсен фолл у нас очень близко. 30 минут, да, туда очень близко. Но чтобы ехать целый час в одно и то же направление, чтобы увидеть один и тот же водопад, это не совсем справедливо. Но пирсен фолл очень красивый. Там это не такое место, как пирсен фолл. Здесь не замедитируешься, не отдохнешь. Как будто от водопада энергию трудно забрать. А пирсен, там можно посидеть, там другая аура. Мне там очень нравится. К нашему радости можно и не по лестницам. подняться к стоянке. Можно вот так пойти. Но думаю, все равно подниматься будем. Хотим, не хотим. Там еще и пакеты были специальные, если кто-то с собаками. А говорят, собак нельзя. Чтобы собирали, убирали после своих собак. Написано, пожалуйста, убирайте. Думаешь ли ты, что лучше было бы по лестницам подняться, чем так некультурно? Мы туда пошли. Другая сторона, Джан. Мы идем в ресторан дальше? Да, да. Ай-ё-хо. Давай следующий идем в ресторан. Смотрите, какие силы им дают. Рестораны. Мамин сын. А я не люблю рестораны на самом деле. Ну, люблю этот интеракшн. Сидим с мужем и снимаем походу что-то интересное. Но, знаете, в основном ресторанная еда для меня это как... Иногда даже как наказание. Почему я это съела? У меня очень чувствительный желудок. В ресторанной еде в особенности. Тут черным по белому написано. К стоянке. Но муж говорит, это обратная... Не знаю, нужно пропутиться целый круг. Говорит, я тебе покажу, где должны были по этому пути. Инчатрес. These are infinite stairs. Инфинит stairs that make my life work. Окей, партсатекс. Давай, погуляем. Лучше не смотреть, сколько нам еще добираться. Уже не жалуются. Что случилось с ними? У меня ноги уже начали как будто жаловаться. Но мы сильные, арам. Нам еще внуков. За внуками. Бек, окей, есть? Да. Странник усталый. Странница усталая. Главное им напоминает, дышите только носом. Дышите только носом. А сама только что поняла, я тоже носом не дышу. Наверное, когда уже слишком тебя заводит эта ходьба, забываешь, чем дышишь. Магазинчик посмотрим быстро. Может, водичку найдем. О, здесь водичку нашли. И мороженое есть. Но хочу, чтобы дети что-то вкусное поели. Потом уже мороженое. Посмотрим, какие сувенирчики разные. О, здесь неудобно. Подождите. Подождите. И вот мы в фокусе. Разные для сада. О, крошечки. Это, наверное, для сигар. Здесь люди очень предпочитают сигары. Что еще интересного? Ну, чего? О, здесь специальные эти штуки для хайкерс. Люди, которые любят ходить по лесу. И всякое разное. Чан. Это для кофе, говорит? Нет, спасибо. Скажи. Это для кофе, говорит. Но я не люблю, когда написано кофе. Или сахар на контейнерах. Мам. Че он? Какой-то у кого-то в моем классе есть этот стикер. О, да. О, это похоже на снэйка. Так, смотрю. Чай. Все, ничего интересного. Я сувенирные магазины не совсем ведлю. Там ничего интересного. Одни сувениры. Говорят, готовы уже пойти что-нибудь закусить. Я знаю. Вот теперь верю, что голодные. А то утром вчерашние котлеты с лавашем, ну, брекфаст вроде бы, поздний брекфаст делали. И когда ехали, говорят, голодные. Говорят, вроде бы сидели час, ничего не делали. Вот теперь делали. Можно и вознаградить детей. Говорит, такой мотоцикл себе хочу купить. Возьму, поеду кофе себе куплю. Видите, должен был такое желание загадать у этого водопада, и случилось бы. Но не загадал. Загадал. Не загадал. Воду купили и вспомнила, что у меня своя родниковая, домашняя, вкусная, холодная вода есть с собой. Ну все, вот теперь отдохнем несколько минут. В общем, приятный поход был. Сейчас будем искать маленький деревенский ресторанчик, где, надеемся, найдем вкусные бургеры. Потому что кроме бургера здесь ничего вкусного не готовят. Вот. Значит, если бы мы пешком шагали к стоянке, мы должны были дойти до... Сейчас, говорит, я скажу. До Кудова. Еще не дошли. Еще. Ходим, ходим, шагаем, шагаем, топаем, топаем. Еще не дошли. Это там еще стоянка была? А, да. Мустик. Воздух такой хороший. Вот. Ну окей, это не очень далеко. Но поднимались бы, да, так? It's окей. Вот так вот. А уже хватило. Возв Insteadе. atters. Возвели. 지는е. Возвели? Что? Возвели. А. Возвели. 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 Возвели.